Всем привет! Сегодня мы займемся красивой талией. Всегда хотели себе красивую талию, а это и не мудрено, поэтому впереди нас ждет усиленный курс тренировок. Итак, для нашего первого упражнения на пояс нам нужно будет лечь на землю. Я хочу, чтобы вы приняли позицию боковой планки и медленно опускайтесь вашими бедрами вниз. Старайтесь дотронуться до самой земли. Одна ступня может быть закинута на другую или уже находиться где-нибудь рядом. Просто опускайтесь вниз, медленно опускайтесь вниз и поднимайтесь наверх. Давайте, осталось всего несколько секунд. Две. Одна. И меняем нашу сторону. Вот так прям сразу, без отдыха. Начинайте поднимать ваши бедра. Поднимайте и опускайте. Почувствуйте, как тянутся ваши мышцы. Вы можете даже делать медленней, так будет еще сложнее. Вот так вот. Хорошо начали, ребят? Три. Две. Одна. Отлично. А теперь нужно перевернуться. Это новое упражнение, мы еще с вами его не делали. Примите положение планки. Все делается ровно в одну сторону. Тянитесь вашим коленом к локтю. Да, прямо коленом к локтю. И так мы сделаем 10 раз. Хорошенько тянитесь. Давайте, я знаю, что это сложное упражнение. И вообще, если для вас это слишком сложно, вы можете просто постоять в планке. Но если вы все же можете, постарайтесь справиться. Еще разок и на другую сторону. Постарайтесь дотянуться вашим коленом к локтю. Вам нужно лишь сконцентрироваться и напрячь пресс. Вот тогда это упражнение кажется немного проще. Пять. Четыре. Три. Давайте, ребят, вы справитесь. Два. И еще всего раз. И можно расслабиться, а также переворачивайтесь. Поднимите ваши ноги вверх, а руки расставьте в стороны. Опускайте ноги вниз, но не дотрагивайте земли. Обязательно следите за этим. Можете даже замерить, как низко вы сможете опустить ноги. У нас впереди 20 таких упражнений, чтобы наклонить ноги в разные стороны в 10 раз. На каждую сторону по 10 раз. Если для вас это слишком сложно, и вы не можете двигать вашими ногами влево и вправо за счет пресса, пожалуйста, не хватайтесь руками за ваши ноги. Это неправильно. Вы просто можете уменьшить угол наклона, например, до 45 градусов. То есть наклоняйте ваши ноги всего на 45 градусов и поднимайте их наверх. И всего через несколько раз вы уже почувствуете силу, потому что ваш пресс станет куда сильнее. И будет больше силы, чтобы полностью опустить ваши ноги. А потом с помощью пресса поднять ноги в исходное положение. Руки просто лежат на земле. Не нужно хвататься ими за пол. Потому проще всего себя испытать в этом упражнении, это когда вы наклоняетесь и можете спокойно поднять одну из ваших рук наверх. Используйте только ваш пресс и ни в коем случае руки. Эй, вы там как вообще? Все хорошо? Готовы к еще большим нагрузкам? У вас будет красивая тонкая талия. И никаких боков. Просто представьте, каждый раз, когда вы опускаете ноги, вы избавляетесь от ваших боков. Хоп! И нет вашего бока. А теперь на другую сторону. Еле-еле дотронетесь с земли и оп! Нет бока. Давайте, вы справляетесь. Еще два раза. Опускайте ноги. Давайте и в другую сторону. Всего разочек. Поднимите ваши ноги наверх и... И вот и вот и все. Вы справились. Остаемся в этой же позиции и поднимаем ноги наверх. Сейчас мы будем делать круговые движения. Начнем слева направо. Десять в одну сторону и десять раз в другую сторону. Чем ниже вы будете опускать ваши ноги, тем больше будет нагрузка на ваш пресс. И тем же лучше для вас. Тем больше будет нагрузка. И помните, чем больше нагрузка, тем лучше результат в конце. Давайте, ребят, вы можете. Это не так уж и сложно. Хорошая талия того стоит. Давайте, осталось всего пять кругов в эту сторону. Старайтесь с каждым разом опускать ваши ноги как можно ниже. Вы почувствуете нагрузку в ногах, и это хорошее упражнение для ваших ног. И опять же, я совершенно не использую руки. Я не использую руки для того, чтобы поднимать ноги наверх. Осталось еще одно вращение в эту сторону. И сейчас мы будем делать то же самое, только в левую сторону. Смотрите на меня внимательно. Медленно и низко. И помните, осталось всего девять раз в эту сторону. Старайтесь держать нижнюю часть спины как можно ближе к земле. И не прекращайте вращать вашими ногами. Да, я думаю, это классное ощущение. Классное ощущение во всех мышцах. Но знаете что? Мы чувствуем нагрузку, мы работаем над собой. И поэтому будем чувствовать себя прекрасно по завершению этих упражнений. Давайте, ребят, мы справимся, мы справимся вместе. Пока никто не заканчивает, давайте не останавливайтесь. Прямо до самого конца тренировки. Смотрите, осталось всего два. Постарайтесь опустить ваши ноги как можно ниже. О, да, мы справились. Последний раз, еще ниже. И поднимаем их наверх. Что там впереди? Просто приняйте себя вперед и готовьтесь к тому, что мы используем наш пресс. Это одно из моих самых любимых упражнений. Оно называется «Русские повороты». Следите вашими глазами за вашими руками, так нам предстоит сделать 20 раз. Самый простой способ сделать это упражнение – просто касайтесь вашими руками земли. А если вы хотите его усложнить, поднимите ваши ноги вверх. И чем глубже будут ваши повороты, тем лучший результат будет для вашего тела. А для тех из вас, кто хочет еще сложнее, вы можете скрещивать ваши ноги на самом верху. Два. Один. Итак, следующее упражнение. Вам нужно перевернуться. Мы сделаем 10 раз на каждую ногу. Встаньте в позицию планки и просто отведите ногу в сторону. Десять. Девять. Напрягите ваш пресс. Ваши локти должны быть прямо под плечами. Напрягитесь. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Повернитесь на другую сторону. Десять. У нас осталось всего одно упражнение после этого. Мы избавляемся от наших ужасных боков как можем. Давайте, ребята, вперед. Прямо до самого конца всей тренировки. Четыре. Три. Два. Один. Все, на этом закончили. Я хочу, чтобы вы встали, и мы сделаем это упражнение 10 раз. Так вот, замахнитесь вашими руками как можно сильнее назад, и когда вы возвращаете руки обратно, вы поднимаете колено. Итак, 10 раз. Девять. Поворачивайтесь. Ребята, это последнее упражнение, поэтому постарайтесь на славу. Мы должны получить как можно больше от каждого движения. Поворачивайтесь. Просто представьте, что каждый раз, когда вы поворачиваетесь, вы избавляетесь от ваших ужасных боков, поэтому не останавливайтесь и продолжайте. По итогу у вас будет самое красивое молодое тело. Давайте, поворачивайтесь. Еще разок. Поднимаем наверх. И поворот. На другую сторону. Поехали. Я знаю, что это довольно сложно, потому что ваши глаза постоянно смещают направление. Не обращайте внимания и просто напрягайте ваш пресс. Вы хорошо справляетесь. Используйте ваш пресс на полную. Всего 4 раза впереди. Мы почти закончили. Вперед. 3 2 1 Вот и все. Не забывайте подписаться на канал и поставить пальцы вверх. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok